Всем привет! С вами Юлия Симуля. Мы с вами играем в Sims 4. Это эстафетная династия Палмер. Вы смотрите 11 серию. У нас почти 3 часа ночи. Эшли уже проснулась. Да, она выспалась в столь поздний час. Она беременна, проснулась, чтобы перекусить. Да, беременные, у них очень быстро падают все потребности и питание в том числе. Поэтому она проголодалась, бедненькая, у нас 3 часа ночи и пошла к микроволновке, чтобы что-нибудь скушать. Вы мне написали в комментариях, что от микроволновки может быть плохой мудлет. Я этого не знала, честно говоря, и даже немножко расстроилась от того, что мы предпочли микроволновку обычной плите. И если будет такой мудлет, скорее всего мы купим плиту, но немножко позже, потому что у нас пока только 700 почти 7 миллиончиков. И мне их не хочется сейчас тратить на плиту, потому что я собираю на комнату для нашего будущего ребеночка, которого ждет Эшли. И если сейчас я куплю плиту, то потом ребенок останется без комнаты. Так что пока мы перебьемся микроволновкой и будем ходить на пикничок возле нашей реки или озера, вот возле нашего дома, будем там кушать. Там есть гриль прекрасный. И будем надеяться, что плохих мудлетов у нас не будет. Так, а Итан у нас до сих пор... А, спит. Он уже проснулся, тоже выспался, оказывается, ранняя птичка. И встал, да, тоже сейчас пойдет тогда к микроволновке и чего-нибудь перекусит. Чего мы тут сделаем? Выпечку у нас кушала Эшли, поэтому у нас тогда Итан сделает какой-то обед в микроволновке и завонялся унитаз. Давайте мы его почистим. Эшли его почистит. Эшли, а почему ты не фотографируешь выпечку? Наверное, потому что она сделана в микроволновке. И поэтому Эшли недовольна. Она же у нас гурман и любит хорошую еду. Так, Эшли, пожалуйста, давай оставим это на набаку. На набак у нас голодный. Ты покушала? Покорми на набаку. Он нам даст 20 миллиончиков за это. Денежки нам нужны. Вот уже 710. Итан готовит там что-то себе в микроволновке. И, да, плохо, конечно, расстроилась я немножко, что мы ее купили. Что я ее, точнее, не продала, а продала плиту, оставила микроволновку. Ничего, будет у нас еще и плита обязательно. Мы накопим денежки. Итан будет рисовать картины. Мы будем их продавать. И все у нас будет замечательно. Кстати, я включила классическую музыку. Слышно, не слышно, как-то тихо она играет. Почему? Потому что, во-первых, классика полезна для беременных. Да, пусть слушает классику. А во-вторых, если мы будем слушать что-нибудь другое, например, если мы будем слушать поп-музыку, возможно, родится девочка. А если мы будем слушать альтернативную музыку, возможно, родится мальчик. То есть, шансы увеличиваются. А я не хочу планировать пол-ребенка. Пусть кто будет, тот и будет. Поэтому мы не будем слушать определенную музыку, ни альтернативную, ни поп-музыку. Будем слушать классическую, чтобы ребенок был пол... Ну, какой будет, такой и будет. Не хочу я планировать пол, потому что так не очень интересно. Если же, конечно, у нас родится две девочки или родится два мальчика, то третьего ребенка мы будем делать тогда противоположного пола, чтобы были все. А пока у нас только первый ребенок. И не важно, кто это будет, мальчик или девочка. Правда, Итан? Итан у нас покушал. Итан, пожалуйста, это отдашь на набаку, потому что на набак у нас не наелся тарелочка, Эшли. Иди, прими. Ну, какую ванну ты примешь? Я не знаю, что дает какая ванна. Давайте опять будем вспоминать, проверять. Давайте лавандовую пусть примет ванну. Эшли продолжает идти к выполнению мечты своей жизни. Ей нужно сделать еще два напиточка. Пусть она их сделает, зарабатывает баллы счастья, и потом купим ей какую-то награду. Да. Блин, он все-таки помыл посуду. Ах ты, Итан, на набак на тебя обиделся. Ты помыл его тарелку. Он хотел скушать эту тарелку. Смотрите, он намазал себе лицо, принимает ванну из лаванды. Я, пожалуй, себе где-то запишу, какая ванна дает какое настроение. Потому что я долго буду это запоминать. Я буквально совсем недавно запомнила, как чай. Какой чай чего дает. Вот. И, в общем, с ваннами я буду долго вспоминать. То есть, долго запоминать. Эшли, ты чего? О, банана. Сделала себе напиточек огненный и решила тут же его помыть. Блин, теперь у нас раковина горит. Так, давайте мы сделаем еще тогда сок со льдом. Ну, нам засчитался, конечно же, этот напиточек. Но теперь у нас такой огонек, в общем, из раковины идет. Короче говоря, Эшли, не спали главное дом. Вот такие вот глюки происходят в Sims 4. Почему-то странно. Так, мы можем размножать лягушечек. Мы будем это делать иногда, чтобы нам денюжки давали. За 30 симоленчиков ее продадим. И, в принципе, можно отправляться, наверное, на пикничок. Но я вот не забываю еще о жизненной цели нашего Итана. Потому что он у нас хочет... Ему нужно устроить 3 вечеринки и заработать 3 раза серебро. Обязательно мы будем это делать. Но, скорее всего, после пикника, который мы сейчас устроим. А потом еду с этого пикника мы заберем домой. Правильно, Эшли? Нечего ей там оставаться. Так, теперь нам нужно достигнуть 4 уровня в смешивании напитков. Так, Эшли, тебя что, тошнило? Мне показалось, что она так рванулась к туалету, что ей стало плохо. Так, давайте мы сменим одежду и оденем чего-нибудь обычное. Например, вот вторая одежда. Второй вариант одежды. Это у нас платье. Пусть одевает платьишко и отправляется на пикник. Да, у нас уже 6 утра. Или еще рано для пикника. Наверное, для пикника еще рано. Так, что пусть Эшли пока поделает напиточки. А Этан дорисует эту картинку. Да, тошнит немножко нашу Эшли. Интересно, кто родится, мальчик или девочка? Я, в принципе, уже имя подготовила. И для мальчика, и для девочки. Имена, как вы знаете, я смотрю, прежде чем придумать имя ребеночку, я смотрю тему в группе ВКонтакте. У меня есть такая тема, так и называется. Ну, имена для симов маленьких. Ну, или как-то так. Потому что вдохновение, конечно, вещь хорошая. И фантазия, ну, она уже исчерпана. У меня я просто вот читаю, может быть, мне какое-то имя нравится. Тогда я его беру. В общем, имена я обычно выбираю из тех, что предложили вы. Так, давайте мы продадим эту картинку коллекционеру. И начнем еще что-нибудь. Например, классическую среднюю картинку нарисуем. Да, ребят, мне многие писали, я прочитала ваши комментарии, что многие недовольны тем, что Итан у нас художник. Да, не понравилось вам. Потому что говорите, что вот у всех летсплейщиков симы рисуют. Типа, там, у каждого второго сим рисует. Ну, блин, ребят, ну я же не виновата, что у других симы рисуют. И что ж теперь, если у кого-то, у других летсплейщиков симы рисуют, мне теперь рисовать нельзя, что ли? Ну, просто это очень хороший способ заработать деньги, это раз. А во-вторых, Итан у нас искусствовед. И ему как бы, ну, подстать ему этот навык. Поэтому я думаю, что с него выйдет хороший художник. Так что не обижайтесь, что он у нас рисует. Я его еще и у художника устрою, будет на работу ходить, но немножко попозже. Вот, не знаю я, почему вы так расстроились. Мне вообще нравится этот навык. Я не люблю Sims 4 садоводство. Вот ненавижу я садоводство, особенно после того, как я эту мечту выполнила Шарлотти в династии Стыкеренбург. Я просто возненавидела этот навык. Он такой тяжелый для меня. И просто вот все. Наверное, я по доброй воле вряд ли буду этим заниматься. Хотя, может быть, потом у меня проснется желание, но не хочу. А люблю, если честно, я навык кулинарию. Ну, не знаю почему, но я его обожаю. Мне нравится, когда Симы готовят. И вот, как вы знаете, что у меня уже в династии Стыкеренбург основательница Кони была кулинаром. Эшли у меня кулинар. И вот в каждом поколении Кони, Вилли в династии Стыкеренбург сейчас Андрея. У меня кто-то готовит, потому что, ну, не могу я без этого. Мне этот навык очень нравится. Так, Эшли, ну что там напиточки твои? А то я про Стыкеренбургов говорю здесь совсем не по теме. Да, совсем это не в тему, потому что у нас совсем другая династия. И можно отправляться на пикник. Давайте мы сделаем что-нибудь на гриле. Например, что мы сделаем? Печеные фрукты, да? Покушаем. Сейчас, Итан, ты что, уже дорисовал? Точно он дорисовал? Ничего себе, быстро. Очень красивую картинку нарисовал. Давайте мы продадим ее коллекционеру и тоже отправимся. Нет, не за компьютер, Итан. Мы отправимся на пикник. Твоя жена сейчас там приготовит чего-нибудь вкусненькое. Чего-то там мы шли. А, печеные фрукты я ей дала готовить. Она идет такой замечательной походкой. Интересно, как она беременная? На каблуках умудряется вот так вилять бедрами. Даже лама офигела. И пошла за ней, говорит, дамочка, как у вас это получается? Его зовут Сарен. Его или ее? Наверное, его. Взрослый, да, написано? Его. Слушай, что ты, Эшли, преследуешь? А ну отстань от нашей Эшли. Она беременная. По-моему, он ее пародирует. Смеется с нее. Говорит, я тоже буду так ходить. Ну да, совсем Эшли идет не как беременная. Наверное, нужно было мне на время беременности ей походку изменить. Хотя, даже делать этого не буду, потому что оно даже так прикольнее получается. Нет, лама решила идти своей дорогой. Говорит, нет, дамочка, я за вами больше идти не пойду, потому что вы какая-то странная. Ну, правда, немножко странная она. Я думала, что сейчас к нам подойдут сюда, ну, как сказать, соседи, что ли. Так, Итан, он опять принялся рисовать сам. Не будет он рисовать. Я думала, что сейчас здесь появятся Симы, присоединятся к нам на пикник. Ну, что-то они хотят. Наверное, мы потом кого-то позовем. Вот, тоже еще женственная походка идет. Мэй Брун, мы ее когда-то встречали. Она, по-моему, пнула мусорный бак. Если я не ошибаюсь, еще Джейсон идет. Ну, в общем, люди ходят, но как-то никто не собирается присоединяться. Или собирается. Во, вот этот Сим хочет с нами на пикник. Отлично, сейчас будем дружить. Он даже сам решил чего-то приготовить. Вот это молодец. Вот это ты правильно. Итан, как не кстати, вовремя. И давай возьмешь порцию. Ой, правда, он не очень голодный, но кушай. Кушай. Жена приготовила, сказала, кушай. Тем более, от фруктов вряд ли поправятся они. Боже мой, если какая ты большая. У нее что, второй триместр уже, что ли? Беременность? Да, у нее уже второй триместр. Вот так быстро. И что-то я думала, что я еще долго до второго. Оказывается, вот уже все. О, Ким пришла. Слушайте, Ким, ну вообще, какие у нее черты характера? Может быть, она природу любит? Почему она так часто мелькает у нас перед глазами? Давайте посмотрим. Может быть, мы знаем какую-то ее черту характера? Ким у нас самоуверенная, дружелюбная. Ну, я не знаю. Может быть, она правда любит природу? Давайте мы узнать лучше. Сделаем еще действие и узнаем ее третью черту характера. Пришла еще Донна. Это случайно не та Донна, которую недолюбливает Итан. У него есть какой-то там, ну не враг, а Донна. Донна Фокс. А эта Донна, Донна Бейкер. Нет, Итан не любит другую Донну. В общем, у нас здесь пикничок. И с девчонками наши Симы Эшли и Итан решили немножко пообедать. Здесь вообще очень красиво и классно. Можно сюда просто всегда выходить на перекусы. И бабочка летает. В общем, сейчас наши Симы поедят Эшли и Итан. И отправятся домой, чтобы устроить вечеринку. Потому что наш Итан хочет выполнить мечту своей жизни. Обязательно будет устраивать большие вечеринки. Чтобы продвинуться в своей мечте и заработать очень много баллов счастья. Так, больше я смотрю, никто не хочет на пикник. Просто все проходят мимо. Тут есть еще одна скамеечка. И здесь тоже кто-то заседает. Вот зеленая Симочка. Тоже часто мы ее видим. И вот эту вот накачанную Симку, которая когда-то вроде бы была беременная. Тоже мы видим частенько. Ее зовут Лилу. Лилу Морган. И еще какой-то Фрэнк Льюис. О, а этот Сим уже переместился сюда. Решил с девчонками здесь пообедать. Или позавтракать. Скорее всего завтрак. Потому что 10 утра, еще рано. Кто-то отжимается. Ну, в общем, замечательно. Здесь хороший участок. Потому что много мест для пикника. И, о, кокетничает у нас Итан и Эшли. Так, ну долго мы здесь задерживаться не будем. Потому что мы уже покушали, подкрепились, питание подняли. И можно возвращаться домой. Давай, Эшли, бросай свою еду. Вот тут я смотрю, Донна решила поубирать. Она у нас, видимо, чистюля. Или просто любит чистоту. Она взяла мусорный этот пакет и понесла куда-то. Видимо, мусорка очень далеко. Наверное, очень-очень-очень. А нет, ну не так уж и далеко. И она... Слушай, ты же домой мусор несешь? Она, наверное, его домой тащит. Сейчас мы за ней проследим. Может быть, она, конечно, идет к другой мусорке. Я не удивлюсь, если сейчас она его просто бросит и начнет на нем прыгать. Да, симы, они настолько непредсказуемы, что вот мог взять сим мусор, типа, пойти его выбрасывать, а сам взял и начал на нем прыгать. Ну, надеюсь, я-то в эту мусорку его несешь? Нет, не в эту. Слушайте, она его домой тащит. Нет, она решила похвастаться с другими симами. Что ты делаешь? Я думала, что она его... Ага, точно, она его несет, говорит, ребят, я вам жрату принесла, будете кушать или нет. Так, вот еще симочка эту мы часто видели. А, она решила... Во, я поняла. Она решила навести порядок во всем парке. Вот такая молодец. Так, ну ладно, возвращаемся мы к нашим Эшли Итану. Эшли у нас поднимает свои потребности, потому что ей плохо, она у нас беременная. А Итан будет дальше рисовать. Да, он будет дальше рисовать, возобновим... Мим. Возобновим классическую картину и будем зарабатывать денежки. По идее, Эшли должна вроде бы родить утром. Если я не ошибаюсь, тест мы сделали где-то так с утра рано, поэтому, наверное, роды так и начнутся. А сегодня наша Эшли работает. Доработа ей 5 часов и у нас все завершено. Да, поэтому мы можем просто наслаждаться жизнью и делать напиточки, потому что нам нужно достигнуть четвертого уровня в смешивании напитков. Блин, я же... Я говорила и забыла. Я хотела тут еды натырить, что ли. Я не знаю, как сказать. А, блин, не можем мы ее взять. Ну что же это за... Лия, принеси нам пожрать. Тут столько еды. Давайте, в общем, Эшли сейчас пойдет сюда. Так, Лия, ну не выбрасывайте, это все хорошее. А Итан будет организовывать вечериночку. Итан, потом дорисуешь. Да, я забыла, что тебе нужно вечеринки организовывать. Так, нам нужно серебро на любых. Да, устроить 3 вечеринки. Серебро на 3 мероприятиях. То есть, любая вечериночка нам подойдет. И мы тогда выберем общественное мероприятие. И какую же нам вечериночку взять. Наверное, устроим обычную домашнюю. Много симов приглашать не буду, потому что домик у нас маленький. И пригласим мы тех, кого мы редко видим. Поэтому мы устроим, давайте, наверное, домашнюю. Да, скорее всего, домашнюю вечериночку. Мы уже за нее заработали серебро. И думаю, что нам засчитается все равно. Так, организаторы у нас Итан и Эшли. А из гостей мы пригласим тех, кого мы редко видим. Грейс мы видим часто. Давайте мы врага пригласим. Может быть, она подерется с кем-то. Будет интересно. Так, мы пригласим вот эту симочку. Давайте Хлою позовем, потому что она в гости к нам часто ходит. Вот этого Брэда позовем. Алину. Оливию. Блин, опять сейчас назову толпу. Не хочу много. И Майкла. Потому что остальных, мне кажется, видим мы часто. Да. Больше приглашать никого не будем, потому что реально домик маленький и им места не будет. Так, вот этих товарищей я никого нанимать не хочу, потому что только растраты. Вот, а растраты нам сейчас ни к чему. Мы заплатили 100 симолеончиков за мероприятие. И сейчас Эшли принесет еды. Эшли, ну давай бегом сюда. Да, и сейчас мы вот это все заперем себе. Блин, не могу я взять. Почему не могу взять эту тарелку? Как бы ее взять? Вот, давайте взять порцию. Нету поставить на место. Интересно, где место? Если место у нас в холодильнике, то это хорошо. Так, нам нужно выпить, флиртовать. И пусть персонажи танцуют в одно и то же время. Угу. Выпить. Ну что ж, Итан, выпей что-нибудь. Давайте мы выпьем... Быстро перекусить мы выпьем апельсиновый сок. Так, я не понимаю, где гости. Почему-то гости не идут. А, вот, гости уже приближаются. Так, Эшли, ты можешь это взять? Она не может это взять. Да что ж такое? Ну давайте поставить на место. Может быть, она уже переоделась. Ну поставьте его, давай нам. Я хотела еды. Блин, мы не можем это взять. Да что ж такое? Я думала, у меня уже, понимаете, у меня план созрел, что мы будем питаться вот отсюда. Так, Эшли, возвращайся домой. Это как-то неправильно. Я думала, что мы будем есть. В общем, что нам пошлют симы, которые приготовят там. Так, ну давай тогда, Эшли, возвращайся и будешь готовить напиточки. Ведь нам нужно выпить. Так, до сих пор здесь что-то у нас горит. И пришли наши гости. Пришел, как его там, Брэд. Пришла вот эта вот симка синяя Эйла. Майк пришел. И, в общем, можно уже веселиться. Пусть персонажи танцуют в одно и то же время. Так, Итан, ну давай, ты будешь танцевать. Приглашай. Только выпить тебе сначала надо. Тогда мы позовем танцевать Эшли. Правда, Эшли, блин, напитки делает. Вот не знаю, хоть разорвись. Мы будем просто выполнять тогда основную задачу и общаться с гостями. Давайте поднимем настроение. Пусть Эшли общается. Пусть Итан тоже разговаривает. Нам нужно серебро. Ой, извините, я не то нажала. Какой флирт? Ты что, при беременной жене? Не-не-не, никакого флирта. Вот бывает, как нажму я не туда чего-нибудь. Искренний комплимент. И давайте что-нибудь хорошее. Поднять настроение. Но ни в коем случае никакая не романтика. Поблагодарим за посещение. Нам просто нужно пообщаться 12 раз. И тогда мы, может быть, получим серебро. Нам-то больше и не надо. Что-то обиделся. Вышел этот сим на улицу. Не хочет сидеть с нами. А вот тут Хлоя пришла и общается. Вообще, Хлоя, частый гость у нас дома, приходит к нам. Любит, наверное, у нас быть. Потому что дома у них нет, как вы знаете, ни лестницы, ни холодильника. Да, не повезло им. И давайте мы узнаем, как у нее прошел день. Чем-то мы ее кормили. Поблагодарим ее тоже за посещение. И спросим про школу. Да, почему бы и нет. Боже мой, у Эшли такой большой живот. Я даже это сфотографирую. Очень большой. Ей нужно четвертого уровня достигнуть. И посмотрим, сколько у нее уже навык смешивания напитков. А уже почти четвертый. Так что скоро мы перешагнем и эту ступеньку в жизненной цели. И все будет отлично. Кстати, мы до сих пор не представлены. Хлои, нужно с ней познакомиться. Три раза выпить, флиртовать и танцевать. Ого, нам это все надо сделать. Ну, будем стараться. Будем стараться все это выполнить. Так, нам что, напитки здесь заказывают? Эшли, ты же у нас не работа. А, нет, она работает в баре. Прикольно, она в баре работает. Так, мы выполнили основную цель. Но все равно у нас пока бронза. Поэтому мы сейчас будем флиртовать с Итаном, чтобы выполнить некоторые задания. Потому что нам вот край нужно серебро. Не хочу золота, потому что на золото нужно будет слишком много париться. А вот серебро нам нужно. Давайте подержим его за руки. И чего-то еще романтического такого поделаем. Воздушный поцелуй. Так, хватит болтать просто так. Занимайтесь романтикой. Так, ой, что-то не поделили Симы. Да, здесь вот эта Донна, которая не в очень хороших отношениях с Итаном. Тоже с кем-то здесь ругается. Симы, ну потанцуйте вы. Такая классная классическая музыка. Наверное, им просто классика не нравится. Давайте мы... Нет, не громкость. Мы сменим станцию. И мы поставим... Что поставить такое, чтобы потанцевали? Легкую музыку. Может быть, под легкую потанцуют? Потому что вот поп-музыку и альтернативную ставить очень небезопасно. Может это повлиять на пол ребенка. Так, Эшли, а ты чего вышла? А ну давай возвращайся. Будешь флиртовать. Потому что вам с Итаном нужно пофлиртовать. Давай шептать нежности. Возвращайся. Что-то они с Донной вышли разобраться, что ли. Боже мой. Ну, в принципе, не так уж и много людей дома. Так что не толпу я, конечно, позвала. Вот такое количество для такого домика и нормально. Нам нужно будет еще две вечериночки устроить. Ведь Итану это нужно по жизненной цели. Так что придется нам немножко потерпеть такие собрания дома. Так, ну и давайте мы спросим на каком... Ой, я же хотела, знаете, я же хотела, как обычно, сделать скрины, когда трогают живот Симы. Нужно бы это не забыть. О, они сами потанцевали. Блин, ну серебро нам надо. Ребят, давайте еще пофлиртуем немножечко. Вот, что мы сделаем? Кокетничать можем мы еще и... И просто поцеловать. В общем, нам нужны романтические действия. Вот, а Хлоя сидит. Кстати, Хлоя, наверное, уже скоро подростком станет, потому что она уже ребенок давно. Да, наверное, скоро станет подростком. Интересно, какой она будет. Я, в принципе, помню, по идее, какой она будет, потому что смотрела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Эшли слегка занята. Если мы отправим ее сейчас на работу, давайте возьмем оплачиваемый отпуск. Если мы пойдем просто на работу, то мы, получается, не успеем пофлиртовать. Берем на отпуск, но Эшли нашей нужно будет обязательно по мечте жизни потом продвинуться в своей карьере хоть немножечко. И придется нам потом поднапрячься. Так, целоваться, игривы. Да что ж такое, не получается у нас серебро получить. Давайте мы включим эмоциональную атмосферу, чтобы все вдруг случайно стали игривы. И это симка подросток. Нет, она молодая. И что-то она тут к Итану подкатила. Все, у нас серебро. Отлично. Я больше не парюсь по поводу исполнения заданий. Поэтому отключаю эмоциональную атмосферу и будем заниматься своими делами. Так, Итану нужно в туалет. Слушайте, они у нас здесь ванну принимают. Она что, голая ходит? О, господи, я уже испугалась. Она переоделась. Я думала, что она у нас без одежды по дому ходит. Так, Итан, давай иди в туалет. А Эшли будет готовить напиточки и повышать свой уровень смешивания. Будет смешивать хорошо. Беременная смешивает. Кстати, Кони у меня в династии Стыкеленбург тоже, когда была первенцем беременной. Если вы помните, даже есть скрин такой, где она готовила напитки. Стояла за барной стойкой. В общем, все, как ни странно, повторяется. Я этому ни капельки не способствую. Оно само так выходит, что Симы у меня повторяют все то же самое, что делали до этого их предшественники. Если это так можно назвать. Так, вот этот напиточек мы сейчас отдадим на Набаку, потому что Нанабак голодный и хочет кушать. Давайте его отдадим и даст он нам денюжки. Так, уже 20 миллиончиков. Блин, деньги как-то плохо копятся. Вот плохая сторона гостей. Они все пачкают. Давай, Итан, почисть. И, по-моему, что-то сломалось. Да, они еще сломали унитаз. Или, может быть, это Итан сам сломал. Но, в любом случае, чинить придется ему. Скоро закончится вечеринка. Я ее заканчивать раньше не буду. Пусть гости уже остаются. Что же делать? Не выгонять же их теперь раньше. Да, кстати, возможно, и золото получим. А, торт съесть. Ну, торт мы готовить не будем. Во-первых, у нас нет плиты. А, во-вторых, еще деньги тратить на тортик. Фигушки. Так, а есть у нас что покушать? А, блин, покушать-то у нас нечего. Мы можем только лягушку скушать. К сожалению, в Sims 4 нельзя есть лягушек. Ну, даже если было бы можно, мы бы их не ели. Да, потому что лягушек есть. Но это как-то неправильно, что ли. И наша Эшли уже хочет кушать. И, ребят, наверное, я куплю все-таки эту плиту. Потому что не хочу я готовить в микроволновке, если от нее плохой мудлет. Сколько будет стоить плита? Более-менее престижная. Она стоит тысячу. Ай-яй-яй. За сколько мы продадим? За 300. Надо нам еще подкопить. Нет, придется подкопить нам еще денежку. Я думала, что плита немножко дешевле. И тогда Итан сейчас поднапрягется и будет дальше рисовать, чтобы насобирать своей дорогой жене на плиту. Боже мой, а комната? Ну, пока, в принципе, ребенок младенец, ему комната не обязательно. Да, он может, будет тогда у нас спать в комнате родителей возле их кровати. Поставим кроватку маленькую. А потом, когда вырастет, может быть, тогда уже и накопим на комнату. Потому что пока денежек на это нет. Но у нас тут нанобак, наш помощник хороший, он будет нам деньги давать. Мы его будем кормить, задабривать. Он нам будет денежку давать. И, может быть, таким образом мы быстрее накопим на комнату. И вообще, короче говоря, все будет быстрее. И заработаем много-много денег. Так, Итан, давай рисуй. А, он еще... Боже, что ты долго ремонтируешь? Давай быстрее. Надо тебе механику, кстати, поднимать, чтобы у нас хоть кто-то был с механикой, и мы могли улучшать предметы. Так, Эшли, ты там подняла уровень смешивания напитков? Он у тебя уже четвертый? Нет, еще не четвертый. Домашняя вечеринка серебро. Кстати, нам же за серебро что-то должны дать. Неплохая вечеринка. Персонаж... Новый стул же... А, нам стул дали. Давайте посмотрим, чего это за стул. И, скорее всего, мы его продадим. Так, стульчик у нас... Ничего себе, хорошо даже. Хороший стул, только это диван. Мне он нравится, мы его продадим. И нам хватает на плиту. Отлично, вот так мы провели вечеринку. И сейчас купим плиту. Следующая плита... Ой, 3000 стоит, это очень дорого. А вот эту, в принципе, можно и приобрести. Наверное, такую серенькую купим. Блин, как-то она здесь не очень вписывается. Нужно будет мне потом здесь как-то что-то сделать красиво. Но уже между сериями. Да, вот так пока это поставим. Потом я придумаю, куда эту столешницу приткнуть. А чтобы кухня выглядела более-менее престижно. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok